здравствуйте мои дорогие с вами евгения саженцева я психолог практик также по образованию я благослов сегодня я хочу поговорить на непростую тему но постараюсь вам объяснить откуда берутся геи и лесбиянки с точки зрения психологии с точки зрения теологии на самом деле нужно с раннего детства обращать внимание на поведение ребенка и объяснять ему такие элементарные вещи о том что мальчик должен встречаться с девочкой именно с девочкой строить семью потому что мало того что могут быть какие-то травмы психологические об этом я чуть позже скажу также еще идет информационная война в которой дети могут даже вот здесь же на ю тубе прививать неправильное представление говорить такие вещи как например мы сами выбираем себе полу сами выбираем с кем строить отношения поэтому очень важно с ребенком эту тему проговорить и объяснить что так так вот и у меня мальчик или ты у меня девочка это прекрасно мы это не выбираем на этом номер раз номер два что ты должен строить отношения в будущем с противоположным полом именно это нормально все остальное это уже противоестественно время от времени говорите об этом с ребенком потому что если мы будем молчать то очень быстро вместо нас кто-то другой скажет совсем противоположные вещи во вторых чтобы такое не произошло опять же чтобы потом не разбираться уже с проблемой которая гипер имеет большие размеры давайте начнем опять же с детства то есть мы не должны примеру говорить что там все мужики козлы и все бабы вот такие вот плохие да вот такими опять же мы фразами ребенку когда говорим то закладываем в подсознание установку значит противоположным полом строить отношения страшно опасно а вот как бы вроде бы и со своим полом как будто бы легче хотя это же далеко не так потому что если допустим это нарцисс или психопат то это может быть и мужчина и женщина поэтому пожалуйста не перекладывайте на ребенка свой негативный опыт если он у вас не надо ребенку делать такие внушения потом будет очень-очень обидно и больно исправлять ошибки если все-таки это случилось давайте разберем причины во первых я сразу скажу я православный человек и считаю что это все конечно же грех и это противоестественно и это не потому что у нас такие предрасположенности а потому что есть какая-то травма какая-то может быть травма вот например был развод ребенок например остался с мамой и допустим отец так себя некрасиво вел с матерью что мать тоже очень сильно страдала ребенок это все видел и он начал себя идентифицировать с матерью то есть он настолько сильно допустим слился с матерью с ее боли да а ведь он допустим сам по себе мальчик то это все происходит на уровне подсознания и он решил ментально убить в себе образ вот этого мужчины который причинил столько страданий его маме он начал себе этого мужчину убивать по сути говоря он убивает в себе образ мужчины образ отца который навредил своей жене то почему ребенок это начал делать потому что если бы он это не сделал он бы не выжил тарас потому что психика ребенка не должна обрабатывать такие ситуации она еще не готова к этому на ребенка вообще не стоит перекладывать всю свою боль там говорить ему переживания свои ну такие особенно какие-то очень личные но тогда когда на психику ребенка сваливается слишком много информации то она либо обретает какие-то новые формы для выживания либо она погибает поэтому вы еще не спешите так сильно страдать от того что там ребенок стал геем он мог вообще в этот момент покончить с собой переживая вот это все что происходило например в разводе а мы знаем что нарциссы во время разводов могут очень сильно травмировать сразу всю семью я сейчас не говорю что только мужчины такие то же самое может происходить и тогда когда допустим девочка до девочка видит что мама там как-то живет распутно развязано мама там с отцом поступает плохо изменяет и так далее и она уже свою очередь получается убивает в себе женщин начинает там очень коротко стричься начинает вести себя грубовато потому что хочет убить в себе вот этот образ женщины который она по сути говоря вот видела на плохом примере она уже не хочет вот этого всего поэтому сразу скажу что я не хочу опять же оскорбить наших дорогих мужчин я хочу сказать что с этим совсем можно работать особенно если это все происходит в подростковом возрасте с этим должен заниматься психолог очень осторожно без насилия или если это уже как бы какой-то запущенный случай там после восемнадцати лет но при этом при всем у вас например осталось вот такой вот глубокий самоанализ над собой да вы вот понимаете что что-то все-таки ненормально если вы глубоко копнете и поймете почему это все случилось с вами вы еще можете сказать себе что да допустим у меня был там плохой пример я не видел адекватную семью но я для себя буду выбирать что-то полезное можно так проработать свою травму и самому себе сказать я буду выбирать другое я буду автором своей жизни несмотря на то что мое подсознание как будто вот мне говорит что так безопасно мальчику с мальчиком и девочки с девочкой хотя это же далеко не так потому что в любых отношениях ты можешь получить травму еще раз говорю что вы можете какого-нибудь психопата встретить как мужчина так и женщина поэтому давайте сделаем выводы во первых мы не говорим своим детям о том что весь противоположный вот плохие мы говорим с детьми о том что нормально что ненормально мы не сливаем не контейнируем детей свои личные переживания до такой степени чтобы они растворились с вами в этой боли и чтобы потом психика их надорвалась и стараемся сами тоже работать над собой может и насколько вы будете внутренне спокойны как насколько вы адекватно будете воспринимать этот мир настолько адекватно будет этот мир воспринимать ребенок ваш смотрите как я допустим иногда работаю в таких ситуациях например используешь метафорические карты стараемся много разговаривать очень опять же осторожно без напора но у меня в этом плане есть большие недвижимости то что если вовремя обнаружена проблема то ее можно решить поэтому не ставьте крест на своих детях в таком случае но это не единственное что может случиться рядом например с партнером психопатом с таким вот абьюзером дети могут например проявлять повышенную агрессию они могут быть очень травмированы вести себя как-то капризно и так далее и тому подобное тоже не спешите на ребенке делать крест не говорите никогда ребенку что вот такой же как отец или такая же как твоя мать этим вы только усугубляете все наоборот нужно к ребенку проявить как можно больше внимания как можно больше любви потому что если ребенок не получит этого внимания не получит полного принятия он потом всю жизнь будет бегать и творить всякую дичь лишь бы на него обратили внимание другой модели просто не видел например в детстве ребенок обязательно нужно как-то показать что я не такой как все чтобы на него хоть кто-нибудь обратил внимание старайтесь как можно больше с детьми говорить вообще на разные темы можно библию вместе читать жития святых обязательно в храм водите ребенка но не только формально да но еще и своим примером показывая христианские истины о любви о смирении и прочее прочее берегите своих детей берегите себя все будет хорошо еще хочу подчеркнуть что я против однополых отношений я всячески за здоровые семьи есть мужчина и женщина и хочу сказать что это прекрасный брак это прекрасно но брак прекрасен тогда когда в нем присутствует два здоровых человек а если в этом браке один человек ведет себя отвратительно то я уже сказала что из этого может получить это всего лишь как говорится одна сторона медали а их может быть очень много всем спасибо если вам нужна моя личная консультация мой телефон как всегда в описании видео всем пока пока пока